Ну вот, я хочу сказать, что я обязательно пойду на похороны Колина, что я помню по 70-м годам, мы с таким удовольствием ходили на дни рождения Митлова, особенно день рождения Джона Леннона, это был просто всенародный кайф. Мы друг друга звонили, мы даже говорили, поздравляю тебя с днём рождения Джона Леннона. И я каждый раз старалась из каких-то своих поездок тоже, вот к дню рождения Джона Леннона в 9 октября приехать в Питер. Потому что, ну, там, ну не менее десятка команд самых лучших, всегда у Колина сыпали. И он сам с таким удушевлением всё это проводил, и как-то вот рук не слёбли, действительно, как он говорил, и мы действительно продолжали учиться. А какой это год был? Ну вот я больше всего помню 76-й, 77-й годы, вот, ну там, 78-й уже потом, вот как-то все годы, вероятно, мы ещё были совсем молодыми, такими, горячими, что называются. Вот, и каких-то не было взаимных ещё, ну, каких-то, может, обиженных, там, ну, вот, например, я помню, в 76-м году Ильченко только начал играть в «Машинное время», а они тоже приехали из Москвы в Питер играть в «Машинное время». Всё это было замечательно. Вот, и потом, а вот в 77-м мне, например, страшно понравилось, как пел «Донских». Я вот запомнила, как-то мне врезалось в память, он замечательный. Вот, потом, значит, что ещё? Ну, я хотел ещё спросить о другом немножко. Вот я был несколько раз у Коли, и перед этим я чувствовал, что он как-то жаловался на сердце, очень, бывает, неважно себя чувствовал. Конечно, это трагическое, это шок, что произошло. Он же легенда, фактически он создал уникальный музей, который один из лучших, можно сказать, музей, связанный с Битлс в России. Да, но дело в том, что вот Коля Васин, он, как в одном, что у вас есть специалист, подобно на стильцу, как говорит Кольмак. Именно Коля был актёр одной роли, да, вот своей. И он как-то знает, у меня как-то бывает, что у меня вкусы меняются. Я сейчас, если туда вот Сынбаха послушаю, а сейчас я битву. А сейчас я послушаю Клинтсон, да, вот как-то. Да, и вот «Зеппелин» или там трек там. Да, с удовольствием могу через 10 лет вдруг вот послушать опять Клинтсон. А потом мне их не надо. Понимаешь, что если мне как-то вот так вот на уху, я не могу одну и ту же. А он как-то мог. И я помню, как Володя Дьяконов говорит, был тут у Васина, это 90-е годы были. Прихожу, он опять говорит, ставит битву, я слушаю одну песню, а вторую. Мало того, что я это и в 70-е наеду не знала, но я так послушал 3-4 вещи, думаю, и вдруг думаю, как человек может вот всё это каждый день, конечно, по-разному, как кто-то будет. Ну да, но это уникальное свойство, конечно, было его. Ну, во-вторых, можно сказать, что даже вот люди, которые приезжали к нему, Макаревич там или Майк Науменко или тот же Гребенщиков, они ведь у него всегда слушали Битлз, они же привозили какие-то заметки какие-то, и у него создалась вообще, можно сказать, уникальная... Я не знаю, что все кругом дипломаны, а это, в общем, не совсем так было. Конечно, люди слушали и Пин Флойд, и другие группы. И играли даже. Мы, наверное, примерно, то играли в 70-е годы, где ещё играли. Ну и последнее, вот он же издал книгу «365 дней в календаре». Да, да, я у него купила книгу эту, и очень счастлива, что я её купила, потому что, когда людям показываешь, они просто оболдевают, потому что это очень красочно, вот, и вообще, мне кажется, что человек, ну, никто другой не мог бы такое сделать. Это надо очень быть упертым своей, да, тоже... Ну, удивительно то, что он написал третью книгу, которая посвящена только Джону Леннону. К сожалению, она не издана, её нужно ещё редактировать, и вот мы с ним об этом разговаривали ещё перед отъездом моим в Москву. Но сейчас вот случилась трагедия, и, понятно, сейчас судьба его коллекции даже неизвестна. Ну, вообще, конечно, это он, ну, зря сделал, вот все как-то, если бы он, ну, ушёл, ну, так сказать. Ну, и, естественно, могут, но... Ну, тут неизвестно, вот, некоторые говорят, что просто он мог подняться туда по каким-то и другим причинам, и могло стать плохо. Ну, это, так сказать, трудно сказать. В любом случае, это трагедия для... Да, конечно. Спасибо.